запись на чита хорошо в таком случае начнем семинар сегодня у нас выступление очень интересная тема очень интересный доклад профессор чулун батар чулун батар очбадрах академик монгольской академии наук он расскажет про метод канторовича в применении к решению задач баундеры value problems поэтому кант пп вот пожалуйста просим начать и рассказывать а я себя выключу свое изображение тебе снова нужно расширить поделиться а я уберу так получается да все в порядке нормально так ну здесь название уже есть обновление программа кант пп и их применение для некоторых физических проблем ну и здесь мои соавторы тоже представлены всем известны и александр гуссом и сергей виницкий так немножко план моего доклада я сначала буду делать общий постановку постановка задачи потом буду рассказывать первые три версии кант пп потом немножко применение потом новую версию кант пп и его ее применение и заключение написал общий постановка задачи вместе с рассматриваем бимерные электрического равнения здесь омега это 9 минус мерный 2 минус один мерный ну так называемый бистри переменной или пистри подсистема а это медленные переменных и или это называется медленные подсистема но решение эти уравнения подчиняется границами 2 по переменными омега внутри этого рода здесь а дальше подчиняется границами устроен 3-го рода по перемене цель ну смысле . заед минимум и заед максимум перед мишами то публике предполагаем что этот этот оператор имеет только дискретный спектр самая распространенный метод решения таких задач это стандартный профессиональный метод по обычной физикой это называется медс а связи каналов и здесь ну в школе решение и разлагается в виде ряд ну по пальцу здесь бы помеха обещает обойственные функции опасные функции является решение 5 и подчиняется границ кривым слоем как будут для исходной задачи ну это потенциальные функции в стиле либо он вообще вообще является исходной функции на фиксированной точке и бы вообще они не совпадают либо часть этого потенциала так выглядит ну конечно решение они должны быть собственно большие функции должны быть нормирование здесь после усмотрения по пальцу мы получаем системе рефункционального уровня второго порядка вот я в этой функции хи а эта функция подчиняется кронечным слоям 9 но здесь я написал что это какая-то потенциальные функции а следующий метод это но умеет называют математикой называется метод контору я если не ошибаюсь леонид витальевич единственный на улет на русскую премии среди математов правда он получил на русской премии области экономики метод физика тоже называется адематическое приближение чем отличается в предыдущие разложения это сама базе функции должен зависеть от цвет как параметры перед он является решением а уровне 19 и естественно функция подчиняется конечно усвоить или нас еще без пальцем функции должно быть норме вот после усоведения по пальцу мы получаем опять же системы функционального уравнения но здесь немножко другого вида от предыдущего но здесь помечен красным здесь появляется антисиметричный матрица q это q матрица уходишь у ограниченном условиях и симметричный и несимметричной матрицы сияются по форме теперь наши программе что умеет сделать новые первую программа ну контакта 1 0 для донтакта уже сказал это 1 но сокращенную вареньте контроль спаундеру пробуем не здесь рассматриваем задачу и фрису риск координат но для связанное состояние мы рассматриваем четыре раза разные границные условия по ограниченных точках 15 но я здесь не буду останавливаться чтобы у нас здесь самый интересный задача много надо задача россии вот ну мы здесь рассматриваем сначала много надо задача россии на полосе то есть альбином это равно 0 именно специально такой случай ну так скажем уж то потенциальные функции должен убрать такие синтетики ну 20 здесь а это так называемые пороговые значения а здесь что n 0 мы должны определять это число открытие канала ну по по этой формуле поэтому здесь вообще мы рассматриваем матричные решения поскольку здесь n 0 может быть больше чем 1 поэтому нам нужно построить матричные решения а 3 0 это матричные решения должен удовлетворять условия второго или первого рода точкой р максимум мы пишем условия третьего рода вот здесь общая р матрица вообще говоря неизвестная матрица не симметричная а при этом же матрица которые здесь написано вот должна быть симметричной вот теперь нам нужен граничный условий надо построить эти задачи но стандартным я написал стандартная запись если мы все хорошо построим это синтетическое решение то должен должен это решение будут условия варенскана но здесь не называем это длиннее варенскан то сколько здесь к матрице что уходит и эти задачи решаем с помощью конечно пигмент все ком порядка не однородным критит но ни одного там сетки но здесь уже известно что я если задача связана состояние то здесь оценка оценка 25 подняется здесь п это порядка опросмации и энергии все это решение а если задача если задача моноконазная решение того что можно такую оценку тоже можно получить здесь единственное отличие что это явно здесь являются собственные значения самого сжима матрица который уже здесь определил ну первую программу у нас публиковану компьютер физик коммуникации шоу 2007 году вторая версия программа это мы в первую попытка решить моноконазная задача решение ну на полуосе но конечно точкой не равно нулю левой граничной . но тогда мы нам придется писать конечно условия в виде ну третий рот 27 здесь опять р-матрица неизвестна как эту р-матрицу можно как найти эту р-матрицу ну вот таким образом если мы знаем регулярные решения кристости р-минума или как фундаментальное решение то решение должно быть длиннее комбинации этих регулярных решений но тогда мы поставим формально ну смысле вчисляем р-матрицу из формулы 27 и получаем вот такое отношение ну последний написал таким образом если мы знаем регулярные решения кристости р-минума тогда мы всегда можно построить р-матрицу обратно вот этот вариант все двух тысяч восьмом году публикован компьютер из коммуникации и вот этот идеи который ну из последних формула 29 заслужил создать следующего и секунд уже рассматриваем задачи россии на все оси уравнение ну 30 здесь написано так здесь должно быть уеку матрицу ну должен иметь такой асимптотки ну 37 здесь опять же ясен жив про пороговое значение слева справа одинаковые оба концах тогда мы опять можно построить рассматривать вот теперь мы как можем исчислять вообще эти р-матрицы поскольку мы здесь оба р-матрицы Z-линия и Z-макс одновременно не можем исчислять такие задачи здесь как раз нам помогает эта физическая асимптотика который ну обычно называется incident wave плюс outgoing wave здесь если волна падает справа потом отражается с коэффициентом r проходит с коэффициентом t вот компактной форме это асимптотика пишется в таком ну асимптотическое решение пишется в таком виде 33 здесь асимптотики зависит от направлений и и R и T матрицы отражений и прохождения но они кавдратичны макка кавдратные матрицы здесь нам опять нужен построить асимптотки на этом окрасности криво границных точек даже начнут такие но пишется видеть 34 еще дополняем это лишь регулярные решения на закрытий канале в результате все это решение должно быть перед зимней воронска 26 если чем хорошо построим этот асимптотическое решение мы конечно получаем тут хорошее решение после этого ему стандартным образом построена с матрицу с матрица унитарной и симметричной должно быть если решение хорошее то свойство 38 должно быть проверяем программе а третья версия программа опубликована в четырестом году теперь немножко примеры но применение издательных задач мы сначала решали задача атомовоторота процесс фонтализации атомовоторота в магнитном пути здесь трехмерный комиссия написано здесь куломовский функций плюс поперечный осветительный функций видно что окрестносты 0 здесь куломовский функций доминирует а при больших расстояниях здесь поперечный осветительный функций доминирует ну что здесь сферических координатах это потенциальных функций не зависит от угла фи азаметарного угла поэтому мы сразу длинном замене функции результатами получаем такое ну да умер мидрофункционное уравнение здесь у нас сферических координатах на самом деле и от это а с крышкой это наш параметический камертонян это есть главой южники спиридальной функции оператора спиридальной функции потому что исходная задача не имеет цилентрической симметрии поэтому решение вообще можно так рассматривать оси симметрии переходь по параметру это по переменной это вот мне это задача решаемся так граничным условиям такой где это вот я уже сказал что там ну это как оператор 41 имеет свои симметрии поэтому эти задачи решаем просто на полуинтервале учитываем четко спирт на четкость ну так и много чтение вот все это поясни функции собственного значения матрицы из медики часть с помощью программ по метра опять сумею программу опубликован опубликовали у копеек риску не конечно восьмом году вот здесь пример решение задачи при гамма примерно 10-5 но собственно значение здесь ведь веществом ровно 40 собственное значение для нечетного состояния с таким параметром сочинив патеризации ну через с помощью полу 44 ну здесь слева стоит вот моя функция дискретного спектра справа здесь моя функция непрерывного спектра но здесь я ответил что и решение должно удовлетворить условия ассентратической функции должна быть нормирована как продать она вся база но у нас сталь дальше мы не сумели решать Ц и матрица band поэтому здесь используя смитрия исходны задатки всегда можно построить иийте через X матрица а саму и с матрицей вершать в верху климях сечение фоторизации при 3s0 состоянии а здесь справа сходимость или исходимость или как можно сказать абсолютно максимум компонента здесь видно что там здесь видно что где-то с номера 30 максимально изначально компонент начинается монотонно падает то есть у нас здесь уже есть сходились по функции ведь мы тоже стали как все усыдление задача то же самое как предыдущие только это запал кушку параболит кванту я вас перескать карбинатах сходный задача ну тоже самый трехмерных задачами убираем отсюда аж металли окул встает в двумерные задачи ну отличие от предыдущей задачи это здесь мы используем угловой выделить и контактик угловой выделить из передальных функций это программа эта задача решается с помощью опять опубликована компьютер физическом не конечно же друг в тысячу девятом году вот примеры вчисления этого основного состояния ну здесь разные параметры например здесь c равно нулю значит сходность параметической задачи уже симметричная задача получается поэтому звали не уже это симметричная когда не равна нулю смешается правую сторону центра вот такой задачи пример это процесс пневмирование буквально молекулы береги 2 через отталкивающий барьер ну и здесь вот эта задача двумерная задача а в этом потенциал можно которые хитировать экспериментарные данные с такими ну с этими параметрами там а потом и здесь пайсинг функции в часе через форму 48 опять же здесь собственное значение собственных векций с помощью программных вот здесь полная вероятность правильного тренирования гимера брилли 2 через отталкивающий каус потенциал если не ошибаюсь примерно 15 ранее решение и числа открыть канал от 1 до 5 и вообще достаточно много задачи решили с этой программе но у нас был такой ну скажем поскольку это чтение например ну для швежей стайли часа уравнений 280 перед этим всем матерчный медик с мощней точности ну я уже сказал автомат она размере смотаться 300000 на 300 тысяч ширина это матрица, ширина матрица примерно 3000, но точность здесь будет 10 минус 14 порядка. А для рассеяния, ну, число уравнение здесь 40, размер матрица 900000 на 900000, ну, так что, а максимальное число открытый канал этот 16, ну, перед этим точность нет, точность примерно 10 минус 17 порядка. За создание этой программы мы получили там премию ЕС в 17-м году в области научно-технического исследования. Так, если программа ЕС в 17-м году... Прошу прощения, профессор Чутин, а когда вы получили премию за публикацию в Computer Physics Communications? В 15-м году. В 15-м тоже, да? Не-не, в какой премии? Которая лучшая публикация в журнале Computer Physics Communications. У нас такого не было, помню. Была-была, я сам видел сертификат. Ильич присылал. А какой был? Ну, вот, ты всех своих премий не помнишь. Ладно, поехали дальше. Хорошо. Ага. Последняя версия нашей программы. Ну, опять тоже самая постановка задачи, как в предыдущем случае. Ну, здесь мы постарались рассматривать более широкий вариант. Это либо обеих точках, гранических точках, либо одной из них, потенциальные функции Q, это равно 0, АВ, констант матерц, ну, постоянный, либо очень медленно зависит от примерно Z. Это достаточно широкий область. Применимость этой задачи получается очень достаточно широкая. Мы здесь используем, опять же, ну, в смысле, построим опять же асиментатические решения, как в предыдущем случае. Единственное отличие здесь получается то, что левее числа открытых каналов может быть отличается от правой числа открытых каналов. Поэтому здесь L-матрица всегда остается квадратичной, а L-матрица остается прямоугодной. Интересно. Очень интересно. Я вторую интересную вещь заметил в рассказе. Когда я читал, я этого не успевал вычленить. Когда на слух лучше воспринимается, да. Извини, дальше. Ну, тогда же нам опять требуется построить асиментатические решения. Извини, я здесь остановлю момент. Я хочу обратить внимание Дивакова Дмитрия и тетюник Анастасии. Видите эти асиментатические условия? Это характерные для адиабатических решений. Там присутствует корешок. Нет, на следующий. Вот эти вот, которые экспоненты, деленные на корень. Это адиабатическое поведение. Извини, это я просто для своих внутренних и рассказал. Спасибо. Нет, это 650, чтобы... Ну, потом я скажу. Да-да-да, вот эти вот... Теперь нам опять требуется построить асиментатические решения. Это кривых точек. Ну, естественно, если матрица констант, там мы знаем, что как построить асиментатические решения. Вот, ну, примерно в виде, ну, 51, а этот ПСИ, это должен являться собственные вектори вот этой задачи. Как это называется? Ну, это матрица, так, системы этих функционеров, они с постоянными коэффициентами, что он так называется. Мы можем так построить это все решение. Потом же нам нужно, что это решение на закрытом канале. Ну, идеальные решения тоже так строятся. Результат имеют. Если чем хорошо построим это асиментатическое решение, тем лучше решение получаем. Ну, здесь я уже сказал, что там числа открытых канала слева справа отличаются. Поэтому вот две разные квадратные сканы здесь должна быть. 54. И если мы их, еще раз скажу, что если мы хорошо построим, хорошо считаем, тогда условия 55 должен воняться. Ну, это мы тоже программа проверяем. Это наш последний программ буквально три недели тому назад, публикован 25 мая. Так, теперь задачи, ну, говорю задачи, но программа уже не так уж относительно недавно создана, но у нас уже широкое применение появилось в области ядерных фильтров. Ну, например, здесь, ну, здесь как раз в системе функционирования 56, ну, здесь отсутствует кума. Это не решает, это уже там не надо, но так решается. О, этот асимметричный потенциал. Здесь присутствует, ну, так называемый ядерный потенциал, который фитирует ядерные потенциальные криви. Ну, это математика называется, потенциал будет Саксона, еще и Куломовский потенциал есть, и это центропричный потенциал. Потом это В, это потенциальные функции, которые исчисляются с помощью Куломовского потенциала, и потенциал будет Саксона. Ну, это там много параметров есть, но я не буду, поскольку здесь уже готовая программа есть, как для этого числения матрицы. Вот эта программа CCFLU, это очень знаменитая программа, тоже у нас компьютер-физико-кумунингришн, но на этой программе в сегодняшний день почти 800 цитирований. Не скачивания, а цитирования. Ну, я здесь, чтобы немножко рассказать, как задача Россия здесь решается. Ну, здесь я эффективный потенциал писал, который там был в скобках, без этого парового значения. Вот они так и видят. Центропричный потенциал, плюс ядерный потенциал, плюс Куломовский потенциал. Ну, это пример. Костлероз 16, Самарик 144. Первый 80 потенциал на кривой, в зависимости от R и L. Точка R минимум здесь как раз и решается на точке минимум потенциала, в зависимости от R. Вы видите, с графикой штатов минимум смешается в правую сторону при увеличении L, при этом значение потенциала этой точки увеличивается. С определенного, ну, на которую L уже исчезает этот минимум. То есть, там, где нет минимума, там не рассматривается задача Россия. То есть, задача Россия рассматривается здесь при, ну, конечных L. Значение энергии должна быть больше, чем от минимума потенциала. Сечение слияния или деление вчителяется по этой формуле. Это PL, это пароциальное сечение. Например, ну, мы слиянили сечение, слияние, реакция N64, М1-100 и серия-36 и кальций-48. Ну, здесь три разные расчеты есть. Сначала это нюмру, это нюмру, метод нюмру, это сам сисифург, который исчезается. Потом, ну, улучшенный метод нюмру, есть такой вариант. И красный, это наш расчет. Но при этом мы использовали потенциальную функцию, которую... О, извините. Потенциальную функцию, которую исчезал с помощью программы сисифург. То есть, всех трех расчет одинаковый потенциал. Ну, видите, что, ну, ну, верхние, извините, верхние панели, это линейная шкала, шкала, а нижняя, это графническая. Ну, для вот этот график видно, что там красная линия очень близко к эксперименту, по сравнению с остальными других, остальные расчеты. Ну, и здесь тоже красный хорошо идет, монотонно, а остальные для расчеты начнут двигаться при больших неглях. Нижняя, для других миссий, мы шкале, что оба, в их случае, это нюглубские расчеты, дает плохой результат, поскольку они двигаются. Ну, когда, ну, расчет сделал наш китайский коллег, когда мы начали использовать сисифург, вот этот исходный вариант, мы там обнаружили ошибки, программы опечатки были. Ну, мы как раз сообщили этому профессору Агину, он признал ошибку и предлагал использовать свой новый улучшенный вариант. Ну, как-то не очень помогло, это для наших расчетов. Вот такое. Потом, есть некие объяснения, почему у их не расчет, там, кремал не двигает. Ну, они используются с амптотическими решениями, окрасиваются в таком виде. То есть, вместе с собственными значениями функции, они просто прям используются, дивинальные элементы, как паровые значения. В результате получается, точка Эрминум, этот x функции, вообще не является фундаментальной решением. Поэтому, во-первых, это математическое, по-моему, неправильно. Второе объяснение, что мы специально посчитали, я не помню, какое это значение энергии, специально вчисляли это собственное значение этого у матрицы и дивинальные элементы. Видно, что здесь минимальное значение, наименьшее значение собственное значение намного ниже, чем даже минимальное значение дивинала. Значит, что в нашем расчете числа открытых каналов может быть больше, чем у Хагена. Ну, в смысле, у Сесифула. Вот такой интерпретации есть у нас. А, кстати, забыл, здесь число, правое число открытых каналов 27, а правое, в зависимости от энергии, от 10 до 15, распределительница. Другой пример. Это длиния кальций-сорт плюс свинец 208. Ну, это не наша работа, это работа нашей коллеги с Диары. Ну, здесь представлены протяжные сечения при трех разных значениях энергии. Вот здесь сплошные линии. Это наш расчет. Мы при этом использовали, подмитывали, Это расчет получен с помощью Яровской программы. У них есть собственная программа. Пунктирный это программа Сесифула. Ну, здесь три расчета, вовсе не совпадают друг к другу. Ну, как утверждает Яровская коллега, что самый плохой расчет, это Сесифуловский расчет, который здесь, особенно при малых энергиях, они так сильно двигаются и говорят, как это не должно быть. Потом они же очень сильно отличаются от других расчетов. Ну, основной претензией был Яровской коллега, ну, в смысле, для своих программ, что при малых энергиях тоже плохо считают. Они так считают, потому что, ну, тоже двигаются здесь их расчеты. Говорят, что наши расчеты, в принципе, очень близко к экспериментальной данной. Они публиковали тоже в этом году, в этой работе. В этом у меня случение. Ну, стандартное заключение. Я написал, что наша программа, что умеет делать. Ну, другой, ну, немножко не стандартный. Это у каждой программы, которая из библиотеки программ компьютер-физико-мингрессии, есть свой счетчик. Сколько вас скачивается из этой библиотеки? Ну, то есть я написал, что, ну, свежие данные, которые сколько раз скачивано, ну, сегодняшний день с момента публикации. Ну, четыре программы здесь есть. Еще у нас там есть пополнительные три программы, которые относятся на самом деле к программе КПП. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Это ordinary differential equation, да? One dimensional parameter given value problems. Какие будут вопросы господину Чулун-Ба-Тару? Михаил Дмитриевич? Ну, если позволите, я право не уверен. А можно вернуться к слайду номер 9, чтобы было проще разговаривать? 9. Ой, извините. 9. Вот это? Вот это, да. Вот это самое место. Я смотрю на условие 21, вижу вот два таких варианта, и понимаю, что мне бы еще хотелось еще одно условие, что FI ограничено в нуле, но не равно нулю. Вот это и есть. Первый условие, это как раз так и есть. Это условие Ньомен. Потому что, если, например, Дь равно нь, не равно нулю, это же влияет на это, поэтому они констант вместе с этим параметром. Ну, они, это условие иногда называется слабый Ньомен, на самом деле. А тогда спрошу с другой стороны. Правильно ли я понимаю, что Кант ВП 1, 0, в состоянии решить задачу дифракции на сфере, цилиндре и, наверное, любом теле классическом, без каких-либо затруднений? Да. Только из-за сканта ВП 1, 0, только умеет матрицей реакции. И вещественные решения. Только вещественные. Потому что это постановка задачи на полуосе, поэтому мы только в Кантрице. А менять поля у вас сложность, да? Вам какое рассеяние нужно? На полуосе или на сессе? Нам? Ну, скажем так. Это тогда небольшую предысторию. Вот, что называется, неделю назад мне рассказывали о том, что только что группа товарищей спилила программу, которая решает задачу рассеяния, только, естественно, не квантово-механическую, а оптическую на оси симметричном теле. Они применяют неполный метод Галеркина, который в вашей области называют методом Кантаровича, раскладывают по этим самым разъединенным функциям Лежандра и дальше решают линейными конечными элементами. Ну да, ну да. Вот это. И дальше решают конечными элементами, причем первого порядка. Я когда это слушал, у меня, естественно, возникает вопрос. А нельзя ли было бы эту же задачу просто-напросто решить вашей программой, причем со всей очевидностью, с гораздо большей точностью, поскольку у вас конечные элементы гораздо более высокого порядка. Да, у нас с полизонного порядка, сколько хотите, сколько задаете. Ну, по-моему, больше десяти, больше двадцати все-таки. Ну да, согласен. Ну это фантастика все-таки, наверное. Если просто, надо узнать, что сколько мерная задача, исходная задача. Исходная задача, это трехмерная задача, значит, соответственно, у них есть какой-то вытянутый, допустим, эллипсоид, на него налетает плоская волна. Соответственно, ставятся парциальные условия излучения, то есть точно такие же, как у вас на R-максимум. И вот, собственно, весь вопрос в нуле разобраться. Плюс они, конечно, решают задачу с комплексными числами, их интересует прохождение отражения. Там, естественно, проблема в том, что как построить матришную, ну, как впечатляют все это матришные элементы, да? Вот это. Ну, если исходная задача двумерная, то мы можем с помощью КАНТ-ПП и ОТПФ. ОТПФ впечатляет как раз не только этот УВИ, и все одновременно исчисляет. Если задача двумерная. А если задача трехмерная, там еще дополнительные шатно программы есть. Ну, в принципе, можно их использовать. Для трехмерной, двумерной палец. Спасибо. Можно еще один вопрос? Ну, раз уж меня назначили главным застрельщиком. Вопросателен, да. Вопрос такой. Я, естественно, начал свое знакомство с КАНТом БП с версией, которая сегодня не была упомянута. Это 4М. Это главный аптон на Мусю. Вот. Соответственно, если я правильно понимаю, то, что вы рассказывали сегодня, это написано на фортране, и, соответственно, на фортране входной файл тоже надо как-то править. Там какая система? В какой-то входной файл надо править? Или прям вот глубоко куда-то лезть? Насколько это легко освоить? Второннему человеку. Там вот это очень хорошо документировал в этой программе. Там потенциальные функции надо менять, конечно, да? И еще, ну, главное здесь уйку надо задать. Потом, ну, входные параметры тоже есть. Ну, они практически то же самое, как в мебели. Ну, единственное, там в мебели чуть больше возможностей есть. Ну, там с комплексным потенциальным можно работать, а здесь с системным потенциальным. Хорошо, я сделаю еще одну попытку эту программу у себя запустить. У меня возникли проблемы с запуском тестовых примеров из-за соответствующей документации у себя на компьютере. А Мейплевский? Это КМПП-31, да? Да, скорее всего, именно так. Да, да, там единственное, да, действительно, там одна проблема. Мы должны скачать этот ССФУ из библиотеки. Как раз мы, когда мы оформляли, это от нас требовали главные редакторы, что этот ССФУ сказал, что ССФУ не должен быть часть вашего программы, поскольку это публикованная программа. Поэтому мне эта программа оценивает оттуда, и там же маленькие модификации. Я, в принципе, уважаю этот решение главного редактора, поскольку я уже сказал, что там каждая программа имеет свой счетчик. Вот если, как называется, вместе с нашей программой ССФУ скачивается, значит, наше чисто скачивание будет, а не его. Ну, я наверняка пробовал 3.0, потому что это было до марта 22-го. Ну, 3.0 без проблем и должно пуститься. Ну, вы же понимаете, проблем это в кривых руках, причем моих. Хотелось бы, на самом деле, чтобы как-то... На самом деле, было бы очень желательно, если бы вы нам сделали мастер-класс и показали, как это запускать, и вот, ну, чтобы мы под запись увидели. Вот нажимай сюда, и такая вот задача решится. Было бы гораздо проще. Дальше с этим... Могу делать здесь, если получится. Правда, там инструкция должна быть в каждой программе. Это был, 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 я пытался. Инструкция всегда слишком короткая для начального освоения. Ну, если могу, в принципе, попробовать чего-то делать, если желаете. Михаил Дмитриевич, а может даже подъехать туда? Ну, можно как-нибудь и подъехать, почему нет? По договоренности, естественно, если заранее договориться. Конечно, конечно, конечно. Что называется, не на этой неделе. Да. С дикой скоростью. Потому что сейчас надо кое-что закончить здесь с текущими делами. Тогда мы оставляем заявку у вас с Сан Санычем, что подъедем и посмотрим. И если позволите еще... Да, конечно. Если позволите еще вредное замечание. А можно слайд 11? Вот я в него ударяюсь, когда я его вижу. Вот я гляжу на оценку 25 и вижу C1, которая не зависит от M. Ну так, конструкция. Я начинаю нервничать. Почему? Я заглядываю в ссылку, которую вы приводите, и вижу немножко другую оценку. Она мне гораздо больше нравится. Вот это? А, ну, знаешь, что еще E1 должна быть вот эта? Да-да, вот здесь, вот здесь. Вот это C1, оно очевидно зависит от M. Да. И, честно говоря, меня показатель тоже немножко смущает. 2P у господина... Стринга? Не, ну тут, конечно, вопрос, что такое P. Ну, P это порядок окрасимации. У него стоит 2 на K минус M, а M у него... А это да. У него... Как скажешь... Там я помню это... Ну, как раз у нас... Ну, там у нас что-то извините в другой сторону. Как-то... Ну, перед этим он совпадает у нас. Вот просто говорю, что лично у меня глаз зацепляется каждый раз, когда я вижу эту формулу. Я ее увижу уже второй раз. Первый раз я видел его в одной диссертации. Скорее всего, у меня. Вот, это, безусловно, мелочь. Я абсолютно уверен, что в итоге все правильно. Но, как бы, вот, как-то... Как-то я начинаю нервничать. Почему я E убрал отсюда, я могу сказать это. Потому что если, собственно, значение равно нулю, как-то не очень. Тоже плохо, в том времени. Согласен, да? Да, да. А я просто думаю насчет условий применимости теоремы, соответствующие у Стрэнга. Для задачи Неймана. Например. А там, если я, если честно, не ошибаюсь, это место 0, что-то у него, какой-то нормы. Я помню, там что-то немножко по-другому пишется. Но мы все это численно проверяли. У нас имеется численно это число... Коэффициент Рунгля. Даже у нас есть вариант программы на четвертой точности, которая побольше точно. Мы как раз проверяли вот это 2p и p плюс 1. Как раз проверяли там. Действительно так или не так. Ага, понял, услышал. Спасибо. Пожалуйста. По-моему, у нас появились вопросы тщательно. Еще кто понял настолько, что может вопросы задавать. Такие же количества, да? Да. Да, Михаил, я перебил. Еще хотели? Алло, алло. Алло, да, я... Я здесь, мне показалось. Не слышу. Прерывается. Ага. Ну ничего, по приезде еще вопросы зададим. Да, Чука, такой вопрос формальный. Можно послать эту презентацию? Мы тогда на сайте вывесим. В продолжение к этому самому, к объявлению о докладе. Внизу будет приотачена эта презентация. Можно? Наверное, можно. Спасибо. Спасибо. Потому что за один раз на такой скорости не все подробно усваивается. А здесь есть и ссылки, здесь есть и... Можно вернуться, еще раз перечитать, еще раз посмотреть. Добро. Ну, я думаю, что для первого раза и вопросов, и ответов вполне достаточно. Даже я, который почти ничего не понимает, и только что понял из того, что рассказано. Поэтому остальные поняли, безусловно, лучше и правильнее. Михаил Дмитриевич, тебя слышно или нет? Попробуй еще раз сказать. Сказать? Сказать? Что-нибудь сказать могу. Я думаю, что меня слышно. Я слышу, спасибо. Еще вопросы есть, Михаил? Думаю, что вопросов нет. Есть комментарии, если позволите. Мне действительно кажется, что вот эта самая программа, КАНТ-БП, может стать для нас в электродинамике очень замечательным инструментом. Но вся проблема на данном этапе состоит в том, чтобы, а, ее освоить, и, б, преодолеть известный тезис, что, а зачем нам это? Ну, мы и так как-то тут линейными элементами это все решаем. Я этот тезис слышал много раз, но то, что я вижу, попробовав КАНТ-4М, мне нравится. Потому что решает оно быстро, а на Фортране, я думаю, оно решает гораздо быстрее. И, ну, скажем так, элементы высокого порядка, это, безусловно, здорово в этой задаче. Это существенное ускорение и, так сказать, возможность нам выйти фактически на ошибку округления. И, в общем-то, для нас в КАНТ-4М, если говорить о волноводных задачах, практически все сделали. Потому что это Maple, мы можем брать, по сути дела, любой базис, хоть векторный, хоть какой, все равно мы сведем дело к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. С условиями, как здесь. И, как бы, мне представляется, что любую волноводную задачу таким путем мы сможем решать. Ну, это зависит от самой задачи, наверное. Если, ну, скажем, что там, как-то такой, вот и здесь написано, как-то на библии тоже невозможно, на самом деле, такую матрицу. А, размерности? Да. Мерносткость. Я думаю, для наших целей этого пока за глаза, если честно, таких параметров. Да, более чем. Значительно более чем. Вот. И вот есть у меня ощущение, что нам, нам в широком смысле этого слова, нам, тем, кто занимается задачами о волноводной диффракции, нужно преодолеть желание делать доморощенные программы. Понял. Ну, это, скорее, для нас некий комментарий, вот мое ощущение видения. И мне кажется, вот на этом пути освоить уже оттестированную на задачах квантовой механики систему было бы очень-очень разумно. Я надеюсь, нам это удастся сделать. Ну, первые опыты есть с плоским волноводом. Хотелось бы их довести до трехмерного хотя бы в ближайшее время. Для трехмерного. Возможно, это потребует нескольких визитов. Это не потребует, это понятно, как делать. А потребует освоение квадрата. Что-то поможет делать. Я просто там, когда начинает трехмерную задачу проектировать для системы равновесия, то, ну, там получается такой некий, если правильно понимаю, какой-то разряженной матрицей мы получаем, не ленточной, а разряженной матрицей. У нас есть там какой-то опыт на фортуаре, который как раз вычисляли в ней. Система держит исходные задачи трехмерные, но мы проектировали двумерную базь, которая зависит от параметра. Как раз мне эту пробегу. Именно Меттоконтаровича. Какой-то вариант есть. Я думаю, мы достаточно глубоко осознали то, что сделано, то, что рассказано. Действительно, результаты замечательные. Это не только по полезности, но идеологически это новый шаг, то, что элементы более высокого порядка. Но, правда, как выяснилось, вы не правы в терминологии, называть-то нужно. Как? Биргофа и Эрмита? А вы по простоте душевной обзывали их просто Эрмитами. Биргофа забыли. Спасибо большое. Большое спасибо вам всем, авторам этой программы и тебя отдельно за рассказ. Хорошая презентация, хороший рассказ. Большое спасибо. Спасибо. Только я тоже узнал, что у нас какой-то сертификат есть. Я это просто не буду. Мне присылал Сергей Ильич этот сертификат от главного редактора журнала CPC о том, что публикация Чулунбатора заняла первое место в конкурсе чего-то, чего-то, чего-то. Я сейчас точно не помню формулировки. Кто сейчас там? Слот или кто? Скотт, скотт. 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 Вот, спасибо большое. Всем участникам тоже большое спасибо. Юрий Анатольевич, наверное, с тобой мы завтра более подробно все будем обсуждать, да? Алло. Добро. Тогда до свидания. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Дмитрий Валентинович, выключаешь запись, да? Да. Да.